всем привет начинаем нашу тренировку так как всегда напишите в чате как там звук картинка как там звук как там картинка плюс они в чате все хорошо видно слышно мы будем начинать так 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 сразу я подружу некоторые софт некоторые софт так все видно слышно да отлично сегодня у нас очень интересная будет тренировка полезная для тех кто играет лимиты но 50 плюс если вы играете пониже тоже вам будет полезно а сегодня мы разберем еще раз тему чекрейзов уже как-то разбирал и не единожды но сегодня у нас такой прилетел запрос от покера сбалансированный чекрейзи на постфлопе в качестве прогрессора в симпл рейдженных потах и 3бет потах вообще в принципе можно было бы ее конечно не разбирать что довольно довольно подробно я ее тему разобрал в теоретических статьях их можно найти на телеграм канале или вконтакте так называются чекрейз резкий как удар серпа по яйцам ну вот и там в принципе мы все теоретические аспекты разобрали чекрейзов ну давайте сегодня по ним в первой части занятия пробежимся заново восстановим в памяти и потом у нас будет практически эта часть тренировки сегодня мы разбираем видео нашего ученика я не знаю конечно сможем ли мы там найти какие-то ошибки потому что он сыграл месяц с винрейтом что там плюс 25 бб на 100 ну посмотрим если какие-то ошибки в лютом абстрике вот сегодня мы тоже посмотрим видео александра сайлента так но давайте наверно начнем с небольшой теории вводной по поводу чекрейзов что такое сбалансированные чекрейзы что такое эксплойтные чекрейзы вообще вот попросили нас про сбалансированные рассказать но мы расскажем мы расскажем про эксплойтные и про сбалансированные ну и здесь небольшое у нас нововведение в том что в качестве на префлоп агрессора то есть обычно используется чекрейзы но когда вы колер и вы чекрейзите как вообще использовать сбалансированную стратегию так называемую ну для этого вам нужен соответствующий софт где вы можете просто посмотреть понять логику того как мы играем через чекрейзы и ну для этого вы можете загрузить какой-нибудь солвер если он у вас есть и просто разобрать необходимые для вас структуры досок ну вот например вы там посмотрите как нам играть там sb против bb в качестве префлоп агрессора на какой-то структуре доски то есть для того чтобы вам вообще понять логику сбалансированных чекрейзов в качестве префлоп агрессора вы это делаете с помощью какого-либо солвера ну вот например у нас есть чек нас есть bad и у нас например есть рейс однопроцентный это если говорить про сбалансированную стратегию если ваш оппонент тоже играет по стратегии близки к тому что дает солвер но прежде чем вообще про это говорить стоит так вспомнить наверное в принципе всю теорию которая бытовала когда вы играли на sb против bb а в принципе вот такой спот как чекрейз в качестве префлоп агрессора в рейдженных именно потах но чаще всего он будет присутствовать присутствует именно sb против bb потому что там чаще всего вы будете разыгрывать рейдженные банки в свободных позициях вы будете иметь возможность играть чекрейз значительно реже потому что оппоненты мало коллируют а вот на sb против bb очень часто и колы в принципе вы можете сыграть через чекрейз и вообще откуда эта линия родилась и на самом деле довольно давно уже разбирал на лет шесть назад и я ее разбирал тогда в ключе того что было непонятно на тот момент в 2014 году как лучше отыгрывать свои конбеты потому что изначально люди в принципе ну типа там 7-8 лет назад никто не дробил свои чекрейзы на свои спектры на чекколы и чекрейзы и конбеты то есть тогда все тупо играли просто конбетом ну как бы была простая стратегия ты конбетишь ну вот никаких чекколов ничего такого ну типа чекколы были но тоже люди не понимали как вообще играть и но с ростом лимитов вот как раз я когда перешел на нл 100 на нл 200 должна скорее на нл 200 появилась этим проблем потому что вот эти широкие конбеты без позиции просто начали расхерачивать в пух и прах ну типа и ты ничего не мог сделать и возник вопрос как вообще играть типа может быть что-то надо чекрейз и тогда я еще помню занимался с костей шульгой такой хай роллер украинский переехал сейчас в лас-вегасе живет в лас-вегасе и мы с ним занимались как раз это полгода и у нас вот была идея в том чтобы как раз такую стратегию обкатать то есть как нам играть через конбет и через чекрейс именно то есть при этом мы как-то в сторону чекколов вообще не думали именно мы начали разбирать чекрейс даже мы там разобрали там 10 или 15 структур досок но потом я взял занятие у виталика инферно тогда очень дорогостоящий за 400 долларов в час я помню брал тренировки и он как раз таким был адептом gto такой более продвинутый чем джанда который писал книжку по готовой тоже такой первый самых ну теоретиков готовой игры это мэтью джанда в покере и тогда он как раз эту тему развил тогда еще не были развиты солдеры этого не было то есть тогда просто ну как бы на такой игровой логике на основе тоже там в том числе и трудов джанда как раз была построена gto стратегия такая первая базовая и тогда как раз ну началось вот это отрабление рейнджи на конбеты и чекколы и игра например без чекрейса в качестве прихлоп агрессор когда вы защищаетесь бб против батона вот инферно виталик я думаю такой первый в русскоязычном комьюнити который начал активно стратегию продвигать в массы я имею ввиду что он был тренером и когда я им говорю а чё типа может быть через чекрейсы играть ну типа ну вот мы тут решили страту с костей нашли короче конбеты и чекрейсы чтобы типа больше процент отыгрывать рук на избе он ведь типа нахер надо играйте конбет чеккол ну и там тогда идея была основная в том что мы в принципе хотим разыгрывать например сб против бб ну как минимум 70 а лучше больше процентом 775 процентов от нашего при флоп рейнджи на флопе мы хотим разыгрывать вот это число я помню запомнил а если мы переиграем только через конбет и там через чекрейс то у нас получалось отыгрывать меньше процентов нас получалось отыгрывать что-то типа там 65 67 процентов а даже там 5 процентов рейнджа достаточно внушительная цифра для того как это будет сказываться на нашем винрейте и и тогда он типа сказал ну типа не запаривайтесь короче конбет чекколу и победа типа и можно типа но особо чекрейс как при флоп агрессор не развивать эту ветку потому что вы должны понимать что в принципе когда вы добавляете какую-то ветку ну типа ее нужно самим осознать ее нужно глубоко проработать ее нужно сбалансировать с другими своими ветками и чем у вас больше веток в принципе если вы играете типа конбет чекколу и чекрейс качестве при флоп агрессор сб против бб то вам в принципе сложнее играть что много появляется веток один у вас рейндж капнутый второй рейндж капнутый третий рейндж тоже капнутый у вас все рейнджи капнуты как ну как реагирует на это оппоненты нужно осознать ну короче это усложняет игру и действительно мы тогда перешли на конбет и чекколу это в принципе дало свои плоды и тогда вот как раз мид стейкс типа нл-200 и нл-400 по этой стратегии хорошо бился когда типа ты чуть на уровень выше перешел потому что люди еще до этого типа не догнали а ты короче уже понял и играешь но вот но потом когда появились солверы когда появились солверы ну в 2015 году еще только появились так более-менее активно они стали уже позже применяться вот мне стармех все ругает где готова плюс но по поводу кто плюс если вот именно прорабатывать какие-то такие большие массивы данных особенно на флопе я думаю именно вот это решение симпла с моспаками с готовыми она но она эффективно она более удобно то есть вы можете загрузить кучу структур досок они уже просчитаны вы конечно там не увидеть какой-то лучший сайзинг а тут здесь везде один и тот же сайзинг применяется для конбета но для того чтобы понять логику как например отыгрываться чекрейзами руки или как они отыгрываются конбетами или как они чеколами этот инструмент хорош то есть вы быстро загружаете пак быстро просчитанную доску вам ничего считать не нужно руками что вбивать не нужно вот вы берете какой-то средний рейндж и ничего не миксу и дают просто смотрите вот для этого как раз для средней там сбалансированной стратегии понимания как мы играем через чекрейз ну типа это хороший инструмент я бы это использовал чем хорош наоборот для готова плюс он быстрее считает флопы и он быстрее считает флоп их более приближенный ну там к реальным рейнджам и ну к более реальным действиям потому что если мы сейчас начнем менять здесь страту в симпл постфлопе он тут полгода будет считать у меня вообще не посчитает на моем компе ну вот и в этом случае на пират софт готова плюс он ну более удобный более функциональный но это если как раз мы какие-то точечные делаем расчеты более приближенные к игре и нам нужно просто понять типа логику как мы в целом свой рейндж отыгрываем именно еще на флопе тогда в принципе вот как раз уже какие-то просчитанные структуры досок они более эффективны лучше подходит решение симпл уже не кто там только один сайт да все верно в это